Прежде всего, сказать о том, что отличает язык Python от других языков программирования. Язык Python является интерпретируемым языком. Это значит, что есть такая сущность, как интерпретатор, который берет наш код и строка за строкой, инструкцией за инструкцией его исполняет. Давайте посмотрим на примере. Мы можем запустить здесь терминал наш интерпретатор Python 3, создать в нем, допустим, какой-нибудь список. Список мы можем этот отсортировать и затем вывести его на экран. Весь этот код исполнялся инструкцией за инструкцией. То есть сначала интерпретатор ждал нашего ввода и затем его исполнял. Таким образом, важным аспектом в интерпретировании является то, что у нас нет никакой промежуточной стадии между самим кодом и его исполнением. Как, допустим, в компилируемых языках, в которых у нас происходит компиляция, и мы получаем промежуточное состояние в виде рассамблерного кода или байт-кода. Конечно же, интерпретатор может не только инструкцией за инструкцией исполнять наш код. Конечно же, мы можем передать туда файл. Это достаточно создать какой-нибудь текстовый файл, который содержит себе код на языке Python и затем передать его аргументом в интерпретатор. Для того, чтобы исполнить код из файла, необходимо сначала создать какой-нибудь текстовый файлик, например, test.py, положить в него содержимое, то есть наш код на языке Python. В нашем примере мы создали файл test.py, внутри которого содержится такой код. Мы сначала объявляем переменную x с значением 15, переменную y с значением hello, выводим значения этих переменных в терминалы. Зачем выводим в терминал значение их суммы? Для того, чтобы этот скрипт запустить, необходимо вызвать интерпретатор с единственным аргументом, именем нашего скрипта. Здесь мы видим второе свойство интерпретируемых языков программирования. Любая ошибка может быть найдена лишь в момент исполнения самого кода. В нашем случае мы сначала вывели значение 15, потому что это содержимое переменной x, значение hello. Затем, когда мы попытались суммировать x и y, мы поняли, что они несовместимого типа, и поэтому мы не можем их сложить и не можем вызвать принт от суммы x и y. Это может немножко ошарашить тех, кто до этого писал лишь на компилируемых, допустим, языках программирования, потому что в том же C++, например, вы бы не смогли скомпилировать даже такой код, не то чтобы его запустить. Однако в языке Python отсутствие любой стадии между самим кодом и исполнением этого кода, и то, что интерпретатор исполняет код строка за строкой и не знает, какая же строка следующая, позволяет нам отлавливать ошибки лишь в моментах исполнения. Таким образом, сам язык Python — это язык, на котором мы общаемся с интерпретатором. Чтобы интерпретатор понял, что ему нужно сделать, мы должны ему правильно об этом написать. У языка Python есть несколько версий, в течение курса мы будем разговаривать про язык Python 3. Продолжение следует... Продолжение следует...